Ты сегодня Мне принёс Ни букет из свежих роз Ни тюльпаны с белой вербой Тянешь робкою рукой Ты бутылку с кислотой Она такая серная Серная, серная А конкуренту привет Серная, серная Это балет Всё-таки как же хорошо, что балет не номинирован То ли дело наша сегодняшняя церемония Здесь не ждёшь подвоха Здесь не место злоби и зависти Нам всем нечего делить Всё уже поделено до нас Именно поэтому наша церемония такая умиротворённая Неизбывно тёплая, душевная Неудивительно Сегодня в зале собрались Тёплые единомышленники Настоящие друженики Лучшие люди театральной Москвы Я спускаюсь в зал И вижу Татьяну Викторовну Никитину Более 20 лет Татьяна Викторовна верой и правдой служит в Союз Театральных Детей Спасибо вам Спасибо За вашу чуткость За вашу отзывчивость За ваши добрые глаза За ваши нежные руки За ваш удивительный дар Увидеть в малом большое А в малом А в большом В большом Разглядеть малое За вашу способность понять и простить Принять и отпустить За то, что заметили в 2002 Не прогнали в 2003 Утешили в 2004 И отозвались в 2005 Спасибо за промежуток с 2006 по 2013 И низкий вам поклон за Щелыкова Мне кажется, где-то в зале Андрей Альберч Житинкин Андрей Альберч Он в центре, посмотри Он машет руками Вам нравится у нас? Нравится? А как вы нам нравитесь Андрей Альберч Но у нас для вас Грустная новость Банкета сегодня не будет Но не расстраивайтесь Мы приготовили для вас Подарок, который мы сейчас передадим По рядам Это сухой паек Где присяду, там банкет Здесь сушеная тарталетка Две канапешки Вареное яичко с тремя икринками И маленький пакетик Растворимого красного винишка Приятного отдыха Приятного отдыха Мне кажется, в зале присутствует Александр Саныч Александр Саныч Александр Саныч, у нас для вас особенный подарок Бронецкий ювелирный завод Дарит вам бриллиантовые подвески Не подвески, Сергей, запонки Покажите, пожалуйста, залу Это замечательные запонки Бриллиантовые В форме куриных окорочков Они выглядят, Александр Саныч Совершенно, как куриные окорочка В этом и заключается Удивительное мастерство Бронецких ювелиров Мы вам передадим Этот замечательный подарок Алиса, унесите его сейчас, пожалуйста Друзья мои Я слышу плачь Кто здесь рыдает? Кто? Кому нехорошо? Кому не комфортно? Боже мой Это мой друг Сергей Епиш Сергей Что случилось? Нет, нет, Костя, все нормально Просто мне Немножечко грустно Почему? Ведь у нас такой праздник Отчего? От того, что сейчас мы будем Поздравлять Леонида Ефимовича Хейфица И его спектакль Цена Это ли не повод для радости, Сергей? Я рад Но радость моя немного Омрачена печалью Отчего же? Ведь сегодня Десятое марта Сегодня Семьдесят седьмая годовщина Со дня смерти Зиновия Баруховича Кацнельсона Ты прав Зиновий Барухович Кацнельсон Выдающийся деятель ВЧК, УГПУ, НКВТ Члем правления Госбанка, СССР Заместитель начальника ГУЛАГа Видный организатор Голодомора Давайте почтим память Зиновия Баруховича Минуты сидений Спасибо Грустно Тут праздник А там печальная дата Но таков и спектакль Леонида Ефимовича Радостно и грустно Идут в нем рука об руку И зритель на этом спектакле То плачет, то смеется Ведомой волей Замечательного мастера Режиссуры Как и мы, Леонид Ефимович Не гонится за модой Он ее формирует Мудрец Патриарх русского театра Он точка, где пересекается Параллельно Он мост Над бездной смыслов Александр, particle Параллельно А кролится небо Пылинками звёзд И выгнусся ветви у друга Тебя я услышу сквозь тлим Сечу вёрст Мы Хейфец Мы Хейфец Мы долгое Хейфец друг друга Мы Хейфец Мы Хейфец Мы долгое Хейфец друг друга Как вы уже поняли, дорогие друзья, мы приглашаем на сцену Леонида Ефимовича Хейфеца и его команду, создателей спектакля «Цена» — государственный академический театр имени Маяковского. Ура! 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 Спасибо! Ура! Браво! Шампанское! Воятura! Добрый день! Ура! На шури! Ура! 台, сегодня. Нет Витя Запорожского, по-моему, да? Витя, ты здесь? Ну-ка, выйди, пожалуйста, на сцену. Ну, выйди, выйди. Витя только что со спектакля, поэтому он опоздал. Значит, вот я представляю нашу команду, в самом деле, это команда, с которой, ну, не помню сколько, около полугода я, лично я был счастлив. Я просыпался, зная, что я должен идти на репетицию пьесы, которые мне очень нравятся. Я знал утром, что мне предстоит встреча с артистами, которые мне нравятся, и очень хорошо понимал, что это счастье, как всегда, бывает недолгим, но оно было. И я с огромным удовольствием представляю вам Влада Лиховецкого, ассистента-режиссера. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Саша. Это Александр Александр Андриенко. Художник, с которым я не первый раз уже работаю. Тоже хочется сказать какой-то эпитет, типа замечательный. Владимир Арефьев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Потом я перепрыгну и представлю вам Виктора Запорожского. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А Танечку оставляю на закуску. Танечка, Таукшкап Вы знаете, здесь такая доброжелательная, в самом деле такая чудная, теплая слово, которое как бы звучит немножечко в кавычках, а на самом деле теплая, дело редкое. Вот по этому поводу я хочу сказать, что Танечка это прелесть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И, наконец, вот здесь бы стоял сейчас, ну, не пугайтесь, он лечится, он на обследовании в Израиле замечательный, уникальный артист, который был для нас не только Соломоном по роли, он был Соломоном по жизни. Давайте ему поаплодируем. Ефим Исаакович Байковский. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это он нас научил правильному ударению, оказывается, Соломон, Царь Соломон, должен звучать как Царь Соломон. И я уже пройдя определенный путь, хочу сказать ребятам, которые ведут сегодняшний вечер, я не был знаком с Константинсоном, но он не Барухович. Это я просто знаю в силу каких-то обстоятельств. Он не Барухович, он Борухович. Вы понимаете, какая это разница. Спасибо. Браво! Спектакль «Цена» Московский академический театр имени Владимира Маяковского. Режиссер Леонид Ефимович Хейвиц. Малоизвестный факт. Леонид Ефимович поначалу собирался ставить коварство и любовь. Но затем он поменял Шиллера на Миллера и поставил спектакль «Цена». Под этой убогой шуткой мы переходим к театральным новостям. Театральные новости. Сергей Иванович Яшин возглавил новый культурный кластер на заброшенном мусороперерабатывающем заводе в Капотне. Новое учреждение названо «Яшин-центр» и, по мнению худрука, может стать подлинным местом слабости театральной Москвы. Центр будет работать по принципу резиденции. По субботам Павел Любимцев читает Оскару Альдо детям. По пятницам дискуссионный клуб «Татьяна Москвиной. Заткнитесь все». По четвергам Борис Любимов ведет кружок художественного стука. По средам семинар Елены Импольской «Культура-мультура». По вторникам вечера с Серебряниковым. Леонид Серебряников поет романсы. По понедельникам киноклуб. Эксклюзивные премьеры, последние новинки. Ближайший показ сенсационные «Зита и Гита» и «Анжелика и Султан». По воскресеньям банный день. Ближайшей же театральной премьерой станет спектакль по пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай желания». В авторской версии Сергея Ивановича Яшина спектакль получил название «Синий троллейбус». Елена Импольская стала главным редактором журнала «Лиза». Валерий Владимирович Фокин встретился в своей загородной резиденции с Владимиром Владимировичем Путиным. Были достигнуты определенные договоренности, выражена глубокая озабоченность, намечены принципиальные пути, выработанные общие подходы. В результате Александринскому выделен миллиард. МХАТ имени Горького побывал на гастролях в Израиле. Поездку спонсировал движение Хезбола. По приезде Татьяна Васильевна ведет себя подозрительно и все время повторяет одну и ту же бессмысленную фразу. Я вам расскажу, как меня принимали в Хайфе. Константин Аркадьевич Райкин открывает новый центр «Райкин Молл». В репертуаре центра 14 ресторанов, 78 торговых точек, наказальные кинотеатры и фитнес. «Райкин Молл будет строго и неукоснительно следовать традициям русского психологического театра», заявил Константин Аркадьевич, разрезая ленточку парковки. Новости медицины. Максим Аверин покрылся золотыми блестками, замироточил по озонам и беспрерывно поет песни Марлен Дитрих на украинском языке. Еще одна интересная новость. Второй сезон Олег Меньшиков возглавляет театр имени Ермоловой. И что? Ничего, все. Вот думаешь о нашей театральной жизни, Сергей, читаешь эти новости, и сколько же в ней маяты и суеты. Да, сколько же приходящего. Не пора ли вернуться к вечному? Но мы же уже поздравили Леонида Ефимовича. Правильно. Но поздравляя Леонида Ефимовича Хейфица, мы совсем забыли про Александра Сергеевича Пушкина. Но не мудрено забыть, ведь Хейфиц он тут, рядом, а Пушкин это так далеко. Пушкин далеко? Скажи об этом тысячам восхищенных парижан. Лондонцев, Нью-Йоркцев, Бостонцев, москвичей и петербуржцев, рукоплескающих спектакль у твоего художественного руководителя Римаса Владимировича Туменца. Да, это подлинный Дон Кихот русского театра. Он отчаянно борется за гуманистические идеалы искусства, и в этом ему бескорыстно помогает его верный Санчо Панс. Я понимаю, о ком ты, Кирилл Игоревич Крок. Да, это человек, который самоотверженно берет на себя все заботы о земном и насущном. А кто же его Дульсинея? Ну, за это место борется не одно поколение вахтанговских актрис, но его Дульсинея Мельпомена. А его Рассенант? За право быть его Рассенантом борется не одно поколение вахтанговских артистов, но его Рассенант — это крылатый пегас, несущий его к вершинам Олимпа. Поздравлять Римаса Владимировича трудно. Но надо. Трудно, потому что его поздравляли короли и президенты. Надо, потому что Римас Владимирович снова сделал великий спектакль. Великий спектакль по великому роману великого писателя. Евгений Онегин. Спектакль гениальный, уникальный. Спектакль выдающийся. Как и все спектакли Римаса, он из ряда вон. Но это неудивительно, ведь и сам Римас из ряда вон. Римас — особая статья. Он не просто Римас. Он примус среди равных. Вы спросите, почему? Да очень просто. Сережа делает карьеру. Поэтому потерпите, друзья, мы продолжаем в том же духе. Ибо Римас — это святое. Кстати, о духе и о святом. Ты веришь в Бога, Сергей? Кость, ну конечно же нет. А сейчас я докажу тебе, что ты веришь в Бога. Ну попробуй. Римас — Бог? Ты победил. Каждый раз, заходя в театр, я шепчу про себя. Улыбнись мне, Господи. А он? А он улетел в Красноярск с составом спектакля «Евгений Онегин», который мы сегодня награждаем. Он улетел, но обещал вернуться. Но мы надеемся, что Вахтанговский театр прислал своих представителей сюда, чтобы получить награду «Гвоздь сезона» за спектакль «Евгений Онегин». Театр имени Вахтангова, режиссер Римас Туменас. «Евгений Онегин» Жаль, что Римас Владимирович уехал, Сережа. Он бы услышал это. И думаю, что твоя карьера, безусловно, состоится. Вы же ему расскажете, правда, Юкин Владимирович? Я расскажу в лицах, даже в лицах, и даже покажу, как все это происходило. Спасибо тебе большое. Юлия Константина попросила представить. Я представляю. Народная артистка Советского Союза Юлию Константина Борисовна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 Что же касается спектакля театра Вахтангова Евгения Онегина, то большое спасибо Союзу театральных деятелей, что они так высоко оценили наш спектакль. Мы их благодарим за эту премию. Мы очень рады ей. И я узнала, что она стала взрослой. За это огромное спасибо. Аплодисменты. 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 Итак, спектакль Евгений Онегин. Приветствую. Сергей, ты знаешь, я человек, ну ты знаешь, я человек очень циничный. Да, это знают все, Константин. Неверующий. Но даже я сейчас растрогался и по-хорошему позавидовал тебе. У тебя есть семья, у тебя есть храм, вера, а ты что, ты чувствуешь себя богооставленным? Нет. В этом и проблема. Меня мой Бог не оставил. Я тебе больше скажу, он меня не оставляет уже довольно длительное время. Это же замечательно, значит, он заботится о тебе. Нет, Сергей, он на меня гневается. Гневается и посылает в меня электромолнии своего могущества. А кто он, твой Бог? Это человек, на чьих постановках я вырос, Сергей. Ты имеешь в виду Дмитрия Киселева? Его постановки тоже хороши. Но мой Бог другой. Сергей, оставь меня. Позволь мне помолиться на болотистый север. Сейчас я отслужу ему литургию. Литургию. Зеро. Литургию. Субтитры сделал DimaTorzok ВВС Валерий Владимирович Фокин ВВС Сфера особого влияния ВВС ВВС Универсальная машина Универсальная машина Ночной полет Поиск пространства Погода ужасна Бюджет 10500 Наши летчики Славные ребята В Питер их дом Они не скучают Глядя на мир с высоты Баба С7 Вот в таких условиях приходится работать, Сережа Как ты думаешь, услышит меня Бог или нет? Ну, это мы поймем по репортажам Дмитрия Киселева И рецензия Марины Токаревой А сейчас мы продолжаем нашу церемонию И мы переходим к награждению нелюдей Недочеловеков Чурбанов Каким надо обладать мощным режиссерским даром Чтобы взять в свои руки куски дерева И заставить их одухотворенно, осмысленно, целесообразно и выразительно существовать на сцене Речь идет о спектакле «Старый сеньор» и Московского театра «Кукол» под руководством имени Сергея Образцова Замечательный спектакль Да, спектакль замечательный, но давай подумаем, как же кукольный спектакль мог оказаться среди драматических Приходь жюри или симптом болезни Чьей болезни, Константин, уточни Какая разница, чьей? Случайное, абсурдное недоразумение или железная поступь театрального прогресса? Прогресса? Называешь это прогрессом? Видимо, я чего-то не понимаю Видимо, я стал стар Но скажите мне, разве может быть что-то дороже на сцене, чем тепло человеческой плоти? Чем волнительная пульсация бледно-синих жилок на бледной шее молодого артиста? Чем капельки пота, стекающие по желобкам мимических картин? Морщин опытных мастеров? Чем волнующий запах из вчерашних возлияний, сегодняшнего шницеля и Кента четвертого? Ричарда третьего? Нет, я говорю о четвертом Кенте Одним словом, разве можно предпочесть живого артиста, пускай плохого, бестушной кукли? Тут все зависит, не надо обобщаться Нужна конкретика Ну хорошо, посмотри на меня Костя, вот я Вижу А вот снеговик Вижу Во-первых, у него более осмысленный взгляд Во-вторых, он пропорциональнее сложен Не боится полного обнажения И, наконец, он может то, на что не способен ты Чему не научили тебя и никогда не научат твои щукинские наставники Например? Ну, например Поверни, пожалуйста, его Прекрасно, еще немножко Вот мы разбираем пьесу Вот мы берем персонаж И понимаем, что у этого персонажа, ну, так сказать, руки из жопы растут Что я делаю, как режиссер со снеговиком? Пожалуйста Что? Костя, это же можно сыграть Ну, попробуй Сергей, ты Играешь смешного человечка Недотыкомку Епиходова А я тебе внятно сказал У человека руки растут из жопы Костя, но это же метафора У человека не могут расти руки из жопы Вот и видна твоя ограниченность, как актер Кроме того, Сергей Снеговик никогда не станет спорить с режиссером Хорошо Хорошо, оставим меня А вот если, например, выбирать между Снеговиком И Сан Санычем Ты кого выберешь? Конечно, Сан Саныч А почему? Ты что, дурак, что ли? Именно поэтому режиссер Виктор Никоненко Не имея возможности пригласить Сан Саныча в свой спектакль Берет в руки топорик Засучивает рукава И И стругает себе артистов сам Ах, Константин, если бы ты знал Как и я хотел бы стать марионеткой В ловких и надруженных руках Виктора Никоненко Для этого я даже решил сменить себе имя Опять? Да А ты не зови меня просто Марио Хорошо, Сергей Но давай для начала Попросим ловкие и надруженные ноги Виктора Никоненко подняться на эту сцену А вместе с ним Мы приглашаем на сцену Всех создателей Замечательного спектакля Московского театра куклы имени Образцова Старый сеньор И Приветствуем Субтитры подогнал «Симон» Добрый день Во-первых, огромное спасибо За Снегирика А второе, значит Я первое, что хочу сказать На самом деле Что самое важное В спектакле Это сделать актеры И поэтому среди актеров Все стоят люди Которые делали этот спектакль руками Вот И я горжусь этому Вот И во-вторых И во-вторых На самом деле Это замечательная вещь Что наконец заметили Что существует театр Другой Вот Почему? Потому что это тоже театр Который может делать Я думаю, иногда больше даже Чем драматический театр Вот Иногда может быть так же Вот Только когда к нему относятся Очень серьезно Вот Поэтому я доволен сейчас Тем, что значит У меня собралась очень интересная команда Значит Я сейчас могу сказать Значит Саша Лигуса Это мастер куком Конструктор Механик И так далее Значит Рядом стоит Значит Саша Ой, Ваня Вот Ваня Дыма Это Так как у нас Значит Театр не драматический Поэтому у нас всего один Музыкальный Сейчас был человек То есть у нас В спектакле участвует Саксофон Вот Так как спектакль сделан На четырех кукол И одного саксофона Вот этот саксофон Саша Дыма Ваня Дыма Подсказывай Да Соня Элик Это актриса Спектакля Вот Миша Евшенко Правильно Актер Дмитрий Чернов Заслуженный артист Вот Значит Замечательная пара Это Холеся И Дима Богдановы Да Вот И замечательный актер Который еще и Значит Лауреат Золотой Лауреат Да Лауреат Лауреат Золотой маски Вот Значит Да Да За Снеговика Покажите Вот Значит Андрей Нечаев Вот И значит Мой помощник Значит По движению Это Володя Дразнин Боих Ананев Я все Я все перепутал Извините Вот Володя Ананев Вот Вот наша команда Все Большое вам спасибо Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ